Йоу, народ! Я смог запустить сабтранзит на ПК. Хочешь так же? Тогда смотри это видео. У меня здесь, соответственно, выбрано много окон уже, да, потому что я всё настроил. У вас такого не будет, поэтому мы с вами сейчас создадим новое окошко. Что нужно сделать? Нажать на синенькую клавишу окно плюс. Здесь новая, соответственно, новый аккаунт. Версию Android выбираем Pi64. Она стоит у меня. Кто-то ещё советует Android 11, но на Android 11 игра у меня также не пошла. Вы потом можете экспериментировать. Возможно, у вас даже и будет лучше, чем у меня. Но точно на Pi64 должна пойти. Вперёд! Нас встречает, соответственно, настройка, да, всего вот этого, всей этой гадости. И по умолчанию будет вот так. То есть мы тут можем настроить ядра, количество, то есть всё, что, скажем, необходимо. И всё нужно выставить по максимуму. Как это сделать? По умолчанию здесь выше четырёх не выставить. Но мы нажмём другое. Мы же умненькие. И выберем здесь восемь ядер. Будет предупреждение, что какие-то там будут лаги, низкая производительность. Ну, а иначе игра не запустится. Дальше. 8 гигабайт. Тоже максимальное ставим. Разрешение делаем под себя. У меня такое разрешение. Дальше. Самый непонятный здесь пункт. Настройка ABI. Вы можете почитать, что это такое, нажав на знак вопроса. Но зачем вам это делать, если я уже всё записываю, да? Ответственно, тут советуют ставить ARM. Я поставил. Игра действительно запустилась. Но FPS был невысокий. Поэтому я экспериментировал и пришёл к мнению, что нужно выставить здесь другое. И все вот эти галочки оставить, как они есть, по умолчанию. Производительность у меня увеличилась. Ну и тут, разумеется, ставим высокую производительность. DPI. Ну, можем оставить дефолтное значение. Можем выбрать, например, 320. Я поставил 320. У меня ничего плохого не произошло. Нажимаем создать. Окошечко создаётся. Старое гасим. Новое открываем. Ну и также нас приветствуют. Приветственное окошечко. Первый запуск любого окна будет долгий. Партируем всё у нас нормально. Читаем отзывы. Но можем и не читать. Естественно, нажимаем установить. Будет достаточно долгая установка. Опять-таки за счёт того, что... Ну, ещё зависит от вашего интернета, от ресурсов. ПК. Вот. Но также всё усугубляется тем, что это всё-таки, прежде всего, эмулятор. И он, естественно, работает не как полноценный телефон или планшет. Всё-таки это такой, да, ну, скажем так, версия для интересных экспериментов, да. Но сейчас, разумеется, уже вышли в два-три раза лучше машины. Поэтому вроде бы у меня запускается. Я не жалуюсь. Хотя FPS, конечно, он скачет. Игра иногда заедает. Но, тем не менее, она работает. Ну, вот так вот это всё выглядит. Текстурочки немножечко мыльненькие. За счёт того, что у меня, ну, неполное... Не все настройки максимальны, это, во-первых. Во-вторых, это эмулятор. Будут погрешности. Но всё работает. Мы всё можем с вами потыкать, пощупать. Контроллер вот у нас, да. Хотя я хотел дверку открыть. То есть всё, тут полное максимальное погружение. Открываем дверь. Больше шум доносится из платформы. Закрываем. Шум прекращается. Всё на максимальном уровне. Можно скрыть, чтобы было похоже на симулятор. И всё замечательно. Всё должно работать. Вопросы...